Всем, дорогие друзья, доброе утро, сегодня у нас воскресенье, и мы сегодня в гостях, и мы сейчас в гостях имберит, она, я плавляю вам, с водой, наркомный, это воскресный ужин, да, что у нас на ужин, что у нас на ужин, она тут курица, потом это, это запечённая курица, запечённая телятина, телёнок, говядина, салатик и рис, на гарнир рис. Так, ну вот, небольшой обзор, где живёт бабушка Берит, пенсионерка, она же, кстати, по совместительству, мой учитель по норвежскому языку. Супруг у неё ушёл в жизни, и вот она сейчас одна живёт, дома она всё распродала, и сейчас вот живёт в арендной квартире. Это гостиная, так, выключит гостиная, часы старинные здесь, картины такие, диванчики. Вот сейчас мы поужинали, а десерт, наверняка, будем кушать здесь, с кофе. Кофе можно, потому что сейчас полтретьего, только ещё не поздно. Здесь спальна. Ой, какой цветой, отброси. Так, и это у нас душевая. Здесь они жили вдвоём супруга. Здесь душевая, унитаз, всё уже сделано как для, ну, как с ограниченными, да, способностями, потому что уже муж её плохо ходил, он здесь пожил какое-то время. Всё. Так. Ко. Умар. Блин, он любит идти так к двери. У тебя не успокоится, здесь есть выход на балкон. Умар, Умар, Ко. Ой, а сколько здесь цветов, мать моя. Это, кажется, петуния, которую вы мне советовали, да? И вот полный горшок, полный стол. Ещё здесь и висят. И здесь такой вид, церковь прям вид. Помните, я вам говорила, что покажу вот трехэтажное здание? Это оно и есть. Здесь такой сундучок для... Для садового. О, а здесь яблоки, что ли? Какие интересные яблоки. Первый раз такие вижу прям. Получается, здесь две спальни и гостиная. Вот здесь вот одна спальня. И одна спальня, но там вход с кухни есть. Ну вот, уже программа вскрытия началась. Здесь уже бабушка оборудовала, но нет. Вот, две спальни, получается, и гостиная. Тузовером, да, двухспальня. Вот, собственно, очень большая квартира, конечно, но зимой здесь очень тепло. Насколько я помню, что, кажется, за аренду она платит 10 тысяч крон. Это тысяча евро, да? Да, и еще идет электричество, коммунальные услуги. Туза хозяйничает. Ну, опять-таки, если, допустим, в Норвегии пенсионеру не хватает пенсии на оплату, да? Там на оплату аренды, на оплату коммуналки, на еду, то они подают заявку на помощь, и НАФ им, НАФ или, да, наверное, НАФ тоже, им выделяют средства. То есть старичков здесь не оставляют на производство судьбы. Опять-таки, у нее есть дети, две дочери, которые, возможно, может, помогают, и, может, не знаем. Хотя, может быть, и нет. Вот, добрался до часов. Здесь, кстати, еще вот эта комната, эта кладовая. И еще, когда выходишь, справа тоже есть комната, тоже кладовая. То есть очень много здесь территорий. Бабушке у нас 84 года. Так, вот, дорогие друзья, и вот теперь жена приготовила пирог творожный, да? И, короче, будет творожный творожный творожный. Это творожный 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 творожный. Здесь есть творожный творожный творожный. Да, вот так. аккуратненько режет все так произведение сковорожно запеканка творожная запеканка немножко тоненький поэтому куски режу на ума башку сносит так ну-ка мы так как она на север-норвегия отдыхала в отпуске она сама родом из севера и это это в первом и 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 1950 год? 1950, да. Ту этажа? Треть этаж. Треть этаж, ааа. Но это был панкшонат, отель. Ааа. Был раньше. Ты сейчас за помощь, а ты повторишь, люди не понимают. Да. Пост, постконтур. И тогда мы были там, и там был панкшонат, отель. Ааа. На первом этаже был офис, здесь были комнаты, а здесь давался пансионат. Они жили в квартире на втором. Ну вот, друзья, мы решили поехать в Геаутуфал. Здесь уже начинаются дачи, да? Хитты. Не, не сейчас, а чуть дальше. Дальше. Ну, это тоже. Или это живой? Нет, нет, это живой. В общем, после вкусного обеда мы решили поехать, подышать горным воздухом. Как говорится, повысить наш ферритин в крови. Ну. Геаутуфал – это такое горно-лыжное место, где можно кататься зимой на лыжах. Ну, покажи, мы пойдем туда покажи. Да. А летом, что там летом есть, я тоже не знаю, я не была там никогда, кстати, только зимой. А, покажи. Ну, летом там что, бары, рестораны? Ничего там, не киборь, все закрыто сейчас. Ну, в основном дачи, да, сейчас? Сейчас дача. Как бы в хитах отдыхают. Кто-то сдает на Airbnb, кто сам не живет. Друзья, пошел дождь, я хочу показать вам вот эти белые, видите штуки? Что это, Сергей? Расскажи. Где? Ну, вот эти белые, которые куда-то. А, это стоги, это же сено. Это косили траву и сконсервировали, намотали на этом. Так, и для чего это? Для кого? Для коровы, для зимы. На зиму. На зиму это консервация травы. То есть это специальная машина, да, так делают? Да, да, машина. Вот они, это стоги, такие стоги называются. Машина, получается, идет, прям едет, косит сено. Да, сено, это собирается в агрегат специально, она там наматывает, 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 потом, и при этом еще сам соль, там все автоматики делает. Соль? Да, соль, консервация получается. И в такой пластик белый. Заматывает, замашивает. Потом выплевывает. А трактор вот так идет потихоньку, он даже не останавливается. И она стоит вот все лето на солнце. Да, и она там консервируется. Внутри она консервируется, и зимой уже животное кушает пищу. Да, животное кушает пищу. Растительная пища, да? Да. Сколько травы, да? Бери, не хочу. Немножко дождик пошел, но это классно. Мне, наоборот, нравится дождик. После дождя вообще воздух, мне кажется, благодать. Ну, друзья, мы подъехали. Вот эта вот вся гора, она всегда зимой в снегу. Непривычно ее так видеть в траве. А здесь, собственно, идет уже... Как называется вот эта штука? Вот эта вот. Вот это как штука называется? Это как подъемный лифт, скажем так. Для лыж, да? Да, для лыж, да. Для лыжников. Да. А что здесь с землей случилось? Нет. Тут кто-то сам, да. С тракторой работают? Ну, да. Да, это. Друзья, мы приехали уже на место. В летнее время. В летнее время. Здесь все так глухо. Ну, это понятно. Ну, где-то нет у людей. Потому что, да, зимой здесь в основном горячий сезон. Да, здесь это все дизуха. А что это центральный? Это что? Централ. Ну, это вся контора. Это конторы, короче. Так. Здесь у нас знаменитый бар. Геутефал автоши называется. Да, вы скажете, что автоски. Это на английском. А в норвежском языке S и K в сочетании будет ши. Автоши. То есть после катания на лысых можно зайти, выпить бокальчик, я не знаю, там, вина, певца и так далее. Ну, это в основном здесь мужчины, ну, и женщины тоже отдыхают. Да. Вот здесь вот такие все эти. Дальше есть вход, где можно взять напрокат лыжи, потом покушать. Продается еда разная. Вот. Что такое ом клейдни, пап? Ом клейдни? Да. Переодеваться. Переодеваться можно. Здесь у нас сразу продажи. То есть поблизости можно купить домики, дачи. Так. Так. Вот. Есть школа по обучению катания на лыжах. шискуле. 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 Шискуле, я сказала, не надо... центр лыж заходят с этими палами ботинками и лыжами и когда гамбургеры я попробую получится показать напрокат да вы же можно ну в общем это уже мы будем это будет контент в зимнее время мы вам покажем сейчас я закрыта а здесь уже получается садишься на вот скамеечки и поднимаешься вверх да и вот это все как объяснили вот это все это все зимой в снегу и люди катаются на лыжах а то есть для детей не знаю что мы зимой там катались на санках да и там можно просто вот тебе под попу такая палка подпирает и тащит вверх в основном это детская идея почему детская потому что где взрослые катаются опасно могут снести вообще да там травмы нанести и для детей специально отдельно сделано я знаю потому что вы здесь были мы ума разъясена как на санках катали вот им смотрели как дети здесь скатились дети от мала до велика здесь много народа здесь зимой не то вообще не так и не то здесь мы сидели просто да здесь мы кушали да здесь это привык а вот тут ланту все убрали все пустошали ну да то все сезон закрыт а вот эти вот вот эти вот столбики большой агрегат который создает искусственный снег да это очень дорогая штука я скажу потому что она много электроэнергии употребляет но я думаю что это все окупается а дальше вот через вот эту арку зимой туда ходили там такие горки не сильно такие крутые горки они на них катались дети учились кататься на лыжах на санк кто-то катается а дальше что это отель да вот этот вот этот гадывал отель даже внутренней кое-как чаще кофе можем взять интерес а вообще да иностранцы либо вот снимают гостиницу поближе к к этому да либо здесь еще вот на airbnb можно снять хиту то есть как дача это не жилой дом но там и отопление все есть в принципе для туристов не не так дорого я думаю что можно даже там с собой еду набрать и многие я знаю с детьми помнишь мы были здание семья целая семья дети внуки все мамы папы и они прямо у них это в семейный активный отдых вот это вот квартирного типа вот я помню это стоит эта квартира это дать что-то под квартиру здесь тоже скорее всего да да и не кстати я вот когда мне было 30 лет и если 7 сюда приглашал в норвегию вот там мы жили на квартире я снимал тогда для них тети своих даже воспитательница моя была тоже и кто же сюда приглашал и воспитательницу как же зовут вид это вид вид это с не созваниваешься она тоже до приезжала вот так вот он у нас спит в машине в одну зимой ой летом здесь конечно мертвого лета зимой здесь просто движняк выходные здесь яблоку негде упасть пение птиц и в облахе делать ничего потом уже все начинается когда там снег уже ноябрь декабрь начинает снежок падать сейчас мы сейчас пойдем и сходим на сети мы в этот отель который наверху я не это не это потом сейчас вот сюда по туда поймешь 1 наверх или наверх давай поймем этом с ним так общий вид